Приветствую вас, Анастасия. Если вы внимательно посмотрите на категорию вопросов, то вы увидите, что задали свой вопрос в раздел психологии. Соответственно, отвечать я вам буду именно с точки зрения психологии, а не с точки зрения эзотерики, предсказателей и кого бы то ни было еще примерно в таком духе и в таком ключе. Вот. Поэтому, первое, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, это, наверное, на то, что вы говорили, что у вас были трудности, но вы друг друга отпускали, не давали уйти, что уже намекают на то, что у вас есть в отношениях некие элементы зависимости. Есть такое ощущение, что у вас есть зависимость, что вы друг другу не отпускались, ссорились, но ничего не происходило, ничего не менялось. Вот. И, соответственно, нужно исследовать этот момент, нужно использовать эту историю, нужно исследовать ее, вот, исследовать и, соответственно, постараться разобраться в нее. Вот. Дальше. Вы пишите, значит, отношения всегда складывались довольно сложно. Часто не понимали друг друга, ругались, но мы не отпускали и не давали уйти. Ну вот, что здесь я, к примеру, вижу как психолог. Как психолог я здесь вижу проблему изначального выстраивания отношений в принципе. То есть, вы ругались, ссорились и не понимали друг друга. Это понятно, потому что понять друг друга можно только тогда, когда понимаешь достаточно хорошо себя. Ну, когда в полном мере понимаешь себя, когда в полном мере отдаешь себе отчет в том, значит, кто ты, чего ты хочешь, как ты хочешь и так далее. Вот. Значит, это одна из ключевых историй. Необходимо разобрать причины ваших ссор, необходимо определить вашу личную ответственность в ссоре. Вам само необходимо, Анастасия, изучить психологическую игру, скандал, в которую, собственно, вы играете. Вот. Это все нужно исследовать. Обязательно. Это все нужно поисследовать. Обязательно. Значит, и определить причины недопонимания. Потому что вполне вероятно, что вашему молодому человеку просто трудно, просто сложно находиться было в таких отношениях с вами. Просто сложно. Просто тяжело. Это просто тяжело находиться в отношениях, где периодически возникают ссоры, скандалы и прочее. Вот. И как бы со временем минусов от таких отношений становится больше, чем плюсов, да? Вот. Что, соответственно, и поражает его такое к вам отношение. Дальше. Следующий момент. С недавних пор у нас начинают большие трудности, очень большое недопонимание. Ну, во-первых, что это значит с недавних пор, да? Что вы подразумеваете с недавних пор? Что это произошло между вами? Что-то случилось, что вы стали больше ссориться, больше скандалить и так далее, да? Вы пишите, что старые обиды тянут нас вниз. Ну хорошо. Это ведь означает только лишь, что старые обиды есть у вас. Ну так давайте, Анастасия, с вами поработаем над этими старыми обидами. Давайте мы с вами их отпустим. Давайте мы поможем вам освободиться от этих старых обид. Давайте мы поможем вам понять, чего же вы хотите, что же вам нужно. Давайте попытаемся разобраться с этим. Мне кажется, это совершенно очевидно. Мне кажется, это вполне очевидно, да? А то получается странно. У вас недопонимание, у вас обиды, у вас психологический град скандал, то есть такие вот объективные пока что в контексте вашей пары проблемы. А вы хотите отношения вернуть. Чтобы что? Ведь ни вы, ни молодой человек пока меняться не готовы. Чтобы отношения получились, нужно кому-то из вас начать меняться. И тогда другой человек начнет меняться тоже. Вот. И вы можете взять ситуацию Анастасия в свои руки и начать меняться. Но не для него, а для себя. Ведь вас что-то не устраивает. Вам что-то обидно. Вам что-то неприятно. Вам что-то тяжело. И вот с этим нужно работать. Дальше. Попробую лежить вместе. Я все для него старалась по дому. Приходил, лазал всегда в телефоне, не обращал на меня внимания. А для чего вы старались все для него по дому? После очередной ссоры, да, как бы вот причина ссоры, лично ответственность каждого из вас в этой ссоре, нужно разбираться. Я забрала вещи и уехала к родителям. При этом очень тяжело. Отчего? Большая депрессия. У вас есть диагноз депрессия? Слезы. Он ведет себя так, что все в порядке, не волнуйся. И меня источник доводит до новых конфликтов. Смотрите. Во-первых, если вы ушли, то молодой человек может это воспринять как ваш выбор. То есть ушли и значит это вы так выбрали. Вы выбрали уйти и все как бы. Вопрос закрыт. Вот. Почему вы считаете, что молодой человек должен за вас волноваться, если вы решили уйти? Это вопрос к вам. То есть, да, он может, конечно. Он может. И, наверное, как-то вот знаете, ну чисто по-человечески, я вас понимаю, я понимаю вас чисто по-человечески. Я понимаю, что можно было вас поддерживать, но молодой человек этого не делает. Вы от него этого ждете. Вы ждете, что он будет вас поддерживать. Хотя он этого делать не должен. Вот ключевой момент он этого не должен делать. Он не должен вас поддерживать. Смотрите какая штука. Но вы хотите, чтобы он вас поддерживает. Для чего? То есть вы ушли и вы продолжаете ждать, что он будет что-то для вас делать. Странно? Странно. Здесь ваш уход воспринимается как некая манипуляция. То есть я ушла, а ты должен меня вернуть. Ну, это несколько манипулятивно. Не считаете? Дальше. Вы пишете, доводя до новых конфликтов. Опять же, доводя до новых конфликтов, означает, что вы снимаете с себя полную, полную ответственность за то, что вы же сами участвуете в конфликтах. То есть, молодой человек вас, грубо говоря, провоцирует. Вы на эти промокации ведетесь, вы ему отвечаете, и вы обвиняете его в том, что вы отвечаете, что вас задевает то, что он говорит. Это личная безответственность за настоящее. И отчасти именно поэтому у вас не получается устраивать отношения. Потому что вы друг в друге, возможно, очень сильно нуждаетесь. Слишком сильно. А вот по отдельности вы не совсем сформировавшиеся личности. Без своих личных границ, без своих ценностей, без своих целей. Ну, по крайней мере, в полной мере, так сказать, реализованных, в полной мере оформленных, скажем так. Реализованных границ, не совсем правильное слово. Вот. На это косвенно, например, указывает то, что у вас большая депрессия. То есть, большая депрессия, ну, вы можете так понимать, что потеря смысла жизни. Вот. И то, что вы все для него по дому делали. То есть, вы сами вот видите себя в контексте, ну, в контексте домохозяки. Вот. Я так полагаю, да. А что еще-то у вас интересного есть в жизни, кроме мужчин? Кто вы-то сами? Вот кто вы? Вопрос. Отпустить не могу его. Так вы уже отпустили, когда ушли. Знаете, в чем дело? Вы его уже отпустили, когда ушли? Или нет? Тогда зачем уходить? У меня здесь всегда вопрос. В чем есть ли смысл в этих отношениях? С точки зрения психологии смысла нет ни в чем. По крайней мере, смысл определяется самим человеком. Вам нужно спросить себя. Каким смыслом вы наделяете отношения? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!